Привет, друзья! Круто, да? Вот мои документы. А вот если вы мой афоризм, который я давно высказывал, у меня в сайте стрессу есть там очень много моих афоризмов, там есть такой афоризм, ясно сформулированная мысль, а уже есть предложение. А вы выберите, ясно сформулированная мысль, уже есть предложение, или по-другому сказать, четко сформулированная мысль, уже есть предложение. Как вы хотите, выберите, и тогда у меня будет документ не такой, а я буду один из великих философов, цитаты которых известны уже сотни лет. Вот, например, вот Шопенгауру приписываются слова, кто ясно мыслит, ясно излагает. Не только Шопенгауру, это же какие годы были. Вот давайте посмотрите, кто там еще у нас, кроме Шопенгаура. Там у нас такую же мысль высказывал и французский поэт Никола Буала. Это 1636-1711 годы. А философ Артур Шопенгауру 1788-1860 годы. А я сейчас у нас 2021 год. Да, вы представляете? Там же идет еще и обсуждение такое, о том, что когда человек высказывает мысль, он идет от мысли к словам. А читающая мысль или слушающая мысль идет, значит, от слов к мысли. И поэтому действительно очень важно, кто ясно мыслит, ясно излагает. Или мой афоризм, ясно высказанная мысль, уже есть предложение. Почему? Потому что на самом деле среди разнообразия мыслей, которые описаны, слова, которые написаны где-либо, а сейчас уже и в интернете, сторонниками становятся те, которые слышат ясную мысль. Поэтому, друзья, если вы выберете афоризм мой из двух вариантов, кто ясно, ну, в смысле, четко сформулированная мысль уже есть предложение, или ясно сформулированная мысль уже есть предложение, я тоже войду не с таким документом, а наоборот, с таким документом, как великий философ, который тоже будут цитировать столетиями, как Шопенгауэра и Никола Буала. Сентенция всему тому, что я говорю. Чтобы в разных вариантах обратили внимание на то, что кто ясно мыслит, ясно излагает, и на то, что точно сформулированная мысль уже есть предложение. Да, это очень важно. Это я к тому говорю своему афоризму, который в прошлый раз говорил, мы не живем в головах у друг друга. Поэтому пишите в письмах, в постах, в своих выступлениях говорите, пытайтесь формулировать очень ясно то, о чем вы говорите. Тогда все будет лучше, и люди будут понимать, и будут становиться вашими сторонниками. До встречи, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!